Девятая глава сегодня. Начнем с небольшого возвращения к прошлому. Чтобы нам получить капитал, причем не просто капитал, а прибавочный капитал, нам надо три вещи. Это постоянный капитал, он складывается с переменным капиталом плюс прибыль маржа. Постоянный капитал это всякие затраты на ресурсы, на здания, на оборудование и тому подобное. Переменный капитал это заработная плата и маржа это сколько мы хотим заложить прибыли, то есть норма прибыли. Отсюда выходим в главе, что такое норма прибыли и масса прибыли. Если нарисовать на графике опять же с прошлой главы, грубо говоря делим на три части. Если мы хотим увеличить прибыль свою маржу, мы просто время увеличиваем дополнительно и прибыль растет. Но как опять же выяснили в прошлой главе, бесконечно увеличивать это время нельзя, оно ограничено. Но прибыль мы увеличить хотим. Что надо сделать? Самое простое это надо умножить, это допустим на два. Поставить два работника. Три, двести, двадцать, сколько угодно. Чем больше, тем лучше. Соответственно увеличивая производство за счет количества рабочих мы увеличиваем свою прибыль. В итоге общая прибыль эта маржа только не частная, когда отдельно работник работает, а когда все вместе работают несколько сотрудников на предприятиях. Зависит от двух формул. Первая это степень эксплуатации, то есть насколько у нас эксплуатируются отдельные рабочие. Умноженное на отношение, вот это вот как раз, да, сколько у нас прибавочного труда, а сколько у нас труда необходимого. Необходимого труда для продержания производства и выплаты за заработные платы, и сколько у нас прибавочного труда для получения прибыли. И оно умножается еще на количество рабочих. То есть чем больше рабочих, тем у нас прибыль растет. Чем выше эксплуатация, чем выше время затраченное на выработку, тем соответственно растет. Соответственно чем ниже у нас количество необходимого труда, то есть сколько мы должны затратить труда для поддержания основного капитала и переменного капитала. Чем меньше, тем соответственно у нас маржа растет. Это одна зависимость. А вторая зависимость это вот, это прибыль, да, маржа, поделенная на переменный капитал, то есть грубо говоря на зарплату. И умноженная на общую зарплату для всех работников. В Марксе там очень-очень много примеров с математикой, так мы без листочков мы считать эти примеры не будем. Он это все детально разбирает и выводит основные законы, три основные законы из этих формул. Самый простой, да, то что чем больше у нас работников на производстве трудятся, тем больше у нас маржа, да, то есть соответственно больше этих отдельных частей выше. Чем больше показатели вот эти соответственно тем выше, чем ниже у нас необходимый труд для поддержания производства, тем тоже лучше. Соответственно если мы внедряем новые технологии, у нас растет производство и технологичность, соответственно мы все все меньше и меньше тратим. Опять же можно зарплату понизить. Понижаем зарплату работников, прибыль наша итоговая увеличивается. Это основные пункты, три закона, да, что может капитал сделать для увеличения своей прибыли. Детально сейчас в цифры опускаться не будем, в примеры это все разобрано в главе. Перейдем давайте сразу к выводам, что из этой формулы можно интересного вывести. Во-первых, у Маркса есть очень хороший пример закона диалектики о том, что количественные изменения со временем переходят в качественные изменения. Когда у нас n количество рабочих маленькое на производстве, Маркс использует термин мелкий хозяйчик, он же у нас встречается у Ленина, да, это мелкая буржуазия, не путаться с мелкими буржуйчиками. Просто мелкие хозяйчики, мелкая буржуазия. Это когда количество рабочих у нас маленькое. И тогда в принципе сам владелец капитала вынужден во всем этом процессе участвовать и капиталистом по своей сути он не становится. А когда количество n достаточно большое, то есть количество у нас выросло, производство у нас растет в качестве. То есть переходит на новый качественный скачок и это становится уже капиталистическое производство. У Маркса идет пример от средневековых мануфактур, да, когда из маленьких ремесленных мастерских постепенно образовывались мануфактуры, из них переходили в капиталисты. И вот эти маленькие количественные изменения, когда все больше и больше работников задействовано было в ремесле, потом в мануфактуре, потом переходим к завод, а завод это уже новый качественный скачок. И соответственно у нас очень много работников, большая степень эксплуатации, большая прибыль, это уже капиталист. На этой стадии качественном переходе от количества к качеству, да, на новое качество, не то, что у нас рабочих стало меньше, рабочих становится еще больше. Качественные изменения именно в том, кто управляет всем этим процессом, то есть капиталист. Если ремесленная мастерская у нас, глава гильдии управляет небольшим количеством людей, которые он в принципе может сам контролировать, и сам же он в этом деле работает, то капиталист может в производстве вообще никаким образом не участвовать. Он может не управлять, не следить, ничего он может не делать. У него такое количество рабочих, что прибавочный продукт, ими производимый, обеспечивает его полностью, настолько на все его потребности, что ему хватает и себя, так грубо говоря, прокормить и удовлетворить свои желания, и нанять наемных работников дополнительных, которые будут следить за производством. На этой стадии как раз капитализм, когда появляется, сам по себе капитал у нас развивается до такой степени, что он начинает заниматься только тем, что командует трудом, то есть он просто командует процессом производства, само производство не вникая, и это в принципе достаточно для капиталиста. Ему не надо не вникать ни в процессы, никуда, ему достаточно просто следить, чтобы все работали, и следить за этими показателями. Кроме того, на этой же стадии развития, когда наконец-то начался капитализм у нас, капитал принуждает, заставляет всех работников трудиться. Во-первых, нет других способов заработать, то есть это естественная причина, а с другой стороны, вот этот показатель, да, не прибавочный труд, который требуется именно для получения прибыли. Капитал занимается тем, что заставляет работников трудиться сверх необходимого и минимума, да, то есть того количества труда, которое требуется для затраты, для восполнения производства и для собственной зарплаты, они еще заставляют его работать сверх. Причем жажда работы сверх необходимого настолько высока, что со временем увеличивается, и Маркс даже подводит такой итог, что при капитализме это принуждение максимально высокое и максимально необоснованное. Грубо говоря, если раньше работник вынужден был трудиться от заката до рассвета по той простой причине, что производительность труда была низкая и для восполнения своего труда надо было мало работать, много работать, то с развитием технологий, когда надо работать гораздо меньше можно для самоудовлетворения и больше времени оставлять себе, капитал все это дополнительное время съедает свою пользу. Опять же можем смотреть на современную статистику, да, вот законодательно у нас официально неделя 40 часов в неделю, официально, официальная же статистика 44 часа официально работают у нас работники, то есть жажда наживы настолько высока, что капиталист выжимает по средней соки, хотя норма для обеспечения всего цикла производства и самообеспечения работников по разным подсчетам, опять же вот недавно выходила у нас там в группе статья, занимает там 2-3 часа, ну, грубо говоря, по некоторым подсчетам даже меньше, то есть все остальное дополнительное время капитал занимает себе, поэтому в этом плане капитал и заставляет работников трудиться сверх необходимого и поглощает все результаты их труда в виде прибыли. Поэтому из прошлой головы мы рассмотрели то, что удлинение рабочего дня, да, у нас приносит дополнительную прибыль. В этой главе мы еще учитываем, что дополнительную прибыль у нас увеличивает количество работников, снижение зарплаты и очень-очень много других вариантов для увеличения максимальной прибыли. Еще одно интересное замечание. Маркс сравнивает разные виды производства, в том числе средневековые и современные его времени, ну, в принципе, они адекватные сейчас. Когда из-за разного производства вот эта часть, постоянный капитал, у нас может быть различная, да, если у нас что-то большое, сложное, технологическое, завод какой-нибудь, это часть большая. Если у нас достаточно простая там пекарня, где работают, грубо говоря, два пекаря, пекут булки, у них одна печка, естественно, эта часть очень маленькая, а в основном все тратится на зарплату и на прибыль. Сравнивая все эти показатели в разных примерах, он приводит к выводу, что прибавочная стоимость у нас прибавочная стоимость сейчас состоится именно на этом этапе, на этапе, когда у нас прибавочный труд создает именно дополнительную стоимость, которая в виде прибыли и поглощается капиталистом. И, наверное, последняя мысль, которую можно еще здесь подытожить в самом-самом конце, что для капиталиста вот эта вот часть, которая называется «постоянный капитал», и которая состоит из зданий, допустим, дополнительных, банально, есть у нас здания, есть станки, мы их купили, они стоят круглосуточно, а, соответственно, прибыли они приносят только в то время, пока на ней работают рабочие, и сырье расходуется, да, сырье туда же. А оно куда относится в этой форме? Постоянный капитал. Давайте тогда уточним. Опять же, завод у нас стоит работает и пекарня. Да, количество разное ресурсов, поглощаемых во время производства, они тратятся на производство, и все зависит от того, сколько мы продукции выпускаем. А при этом само здание, то есть постоянный капитал, то, что у нас сейчас называются основные средства, вот здания, станки, средства производства, да, которые не задействованы 24 часа и простают, соответственно, капиталист несет от этого убыток. Отсюда у капиталистов возникает желание привлекать рабочих к ночному труду, то есть, соответственно, делить там на 2-3 смены, или заставлять работать круглосуточно, или какие-нибудь другие способы использовать эти здания круглосуточно, по той простой причине, что когда здание не используется, капиталист несет потери, потому что амортизация считается зданием полностью, да, оно уже изнашивается и ночью, и днем, дождик и ночью, и днем стоят. Поэтому капиталист стремится все эти, ну, прежде всего это здания и сооружения, их проще всего, их дают в аренду, подменяют там, проводят всякие мероприятия. Банальные столовые, которые стоят, я думаю, в каждом городе, да, столовая, днем столовая, люди приходят, обедают, завтракают, ужинают, все. Работа закончилась, столовая закрывается, столы сдвигаются, приходит другой персонал, и там начинается какой-нибудь бар, караоке, все что угодно, фуршеты и все-все-все прочее. Это как раз есть пример того, что здания пытаются эксплуатировать как можно больше в течение всего срока его жизни. На этом, наверное, все. Предлагаю перейти к обсуждениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова